Хорошо, спасибо большое. А ещё есть у вас такое достоинство? Внимательно слушайте, анализируйте и без воды. Без воды вообще, да. Я слушаю каждое слово, и я его записываю. То есть пока мы вот так работаем, я могу печатать. Иногда я расслабляюсь и тоже доверяю себе, потому что в этот момент я должна и реагировать на клиента, и ловить его за язык. Почему? Потому что каждое слово, вот есть метафора, какая я. А есть глагол, что я делаю. То есть каждое слово, если посмотреть на, например, короткое предложение, это считайте вы, как кодируете свой ген. Вот если вы знаете, ну, кто биолог, да, как я, в гене есть частички. В конце, например, ген может создать какой-то белок или может быть заблокирован, или он может быть заблокирован вначале. Например, пришла женщина и говорит, то есть она у меня в чате пишет, господи, срочно, мне срочно нужно к вам. Окей, здравствуйте, какая у вас проблема? Ой, я думаю, что вы мне не поможете. То есть она уже все мне сказала. Я говорю, у меня здесь вот столько стоит. То есть если вы меня забронировали, то вы мне должны вот столько. Давайте я вам сейчас принесу какую-нибудь пользу, давайте разберемся. Но я уже знаю, что у нее есть установка. Вы мне не поможете. Я с этой установкой бодаться не буду, не собираюсь. Мне нужно, чтобы человек, мне нужно ей помочь определить, на каком уровне она готова принять от меня что-то. Если это на шкале от 1 до 10, то есть есть разные тесты, от 1 до 10, если это минус 5, где-то 5, то я говорю, вы знаете, у вас, мне непонятно, нужно еще поработать, например, с целями. Сузит цель. Если у нас цель возникнет, какая-то более интересная, вам это будет дальше, чем 5, то тогда у вас это будет, в принципе, успешно. А так я советую вам сэкономить деньги и не приходить ко мне. То есть мне не нужен раненый, которого я на своей спине вытаскиваю с поля боя. Он должен идти своими ногами. Я не знаю. То есть если раненый, если внутри сессии уже, если вы в травме находитесь, я там все сделаю. То есть это не об этом. Это о желании человека что-то изменить внутри себя, а это болезненно. То есть поэтому вся семантика, я очень внимательна, очень внимательна. То есть вы себя настолько не слышите, насколько слышу себя вас я. И моментально реагируете. Стоп. Что это было у нас здесь? Да, да. Я перебиваю, я останавливаю, я замедляю, я говорю, давайте, потому что я чувствую. То есть у меня есть вот эта экстрасенсорика, и если мне человек доверяет, то я одалживаю свое тело и даже работаю через себя. И я по человеку, то есть он в травме, а я через него рассматриваю это. То есть мы как бы меняемся вот этими телами. Это как бы спонтанно выходит, у меня нет какого-то правила. Иногда я не чувствую. Я говорю, вы знаете, вот либо вы мне что-то не позволяете, либо у вас заморозка, потому что бывает заморозка, это инстинкт, страшно очень. Вот. И я не чувствую, я могу не чувствовать. Давайте разойдем с другой стороны. То есть это такое танго. Ну, я, да, я встречала, на самом деле, очень сильные терапевты с сильным полем. Они чувствуют шикарно клиента своего и помогают. Потому что клиент не обладает таким диапазоном, он не знает, как это называется. Я даже, например, родю себя, я уже привыкла к этому блоку, я уже привыкла к какой-то, ну, вот к этому анимению. А мне терапевт говорит, так, так, что-то здесь у меня не работает. А я говорю, да, оно должно работать. Да, да, это страшно еще, еще не то страшно само по себе, а не менее, а страшно, что его, этот блок у тебя заберут, потому что он родненький. Он мой, страшнющий, ужасный, говнющий, валючий, но родненький. Это старая зона комфорта, которая не отпускает сразу туда. Это вот страх радости, да, это вот, это оно. Я не знаю, как испытывать радость, ну, где-то я знаю, но вот в той ситуации, которую мы рассматриваем, я не знаю, я там никогда не была. Мне проще быть все время готовой к войне. Это мне нормально, никаких сюрпризов. Я все знаю, у меня вся моя нервная система готова к вот принятию вот этого. А радость, да там же ничего нет, там вообще скучно. Ну, радость, ля-ля, папа, дуванчики, что там? Я привыкла к борьбе, я через борьбу понимаю себя. То есть это вот буквально вот на этом уровне человек не хочет, он привык все получать для себя через задницу. Он не знает, он не знает, как, он не знает, что там вообще есть. Но когда я начинаю, вчера у меня был клиент, который только вот прошел, только первую вот эту вот сессию, астратегическую, и он позволил себе, он прямо вот этот случай, он позволил себе, я же там классный, так у меня там полно всего. И сейчас не знает, что у него там полно всего, где он радостный и самореализует, он туда даже смотреть не будет. Он будет смотреть вот в этот вот вопреки, на зло, доказать. Спасибо вам, душу спасли. Еще одного спасли, наши пребывают, ура, супер, отлично. Ирина, огромное вам спасибо. У нас пикатных вопросов нету, вопросов в студию через комментарии нету. Но давайте мы расскажем для тех женщин, которые, может быть, даже и мужчин, которые будут пересматривать записи и которые захотят к вам прийти. Как вы вообще строите работу? Ну, сначала мы проходим вот эту стратегическую сессию, где мы определяем приблизительно, насколько невыгодно, ну, в чем проблема, насколько она невыгодна, я сужаю эту проблему. То есть если проблема в отношениях, то я сужаю до того, какое у тебя лично качество, которое тебе мешает в отношениях. И человек начинает чувствовать такое, что называется, структурное напряжение. То есть я понимаю, что у меня есть такое качество, упрямство какое-то, я какая-то скандальная, я ничего с этим не могу сделать. И мы начинаем работать. Я говорю, а вот если вы скандальные, например, да, но оно вам здесь где-то помогает, вы же почему-то его удерживаете, да, то есть либо у вас рефлексия все время возникает, то есть вас кто-то запускает, да, что запускает вашу скандальность. А как было бы иначе? То есть мы, в принципе, рассматриваем все это через условно колесо баланса. А где еще вам какое-то качество мешает? Вам скандальность мешает? Получение оргазма? Чек, да, рассматриваем, да, значит, это скандальность или это какое-то упорство, какое-то persistence какая-то, да, то есть вы знаете, что вы хотите, но вы не можете в человеческом обличии это сказать нормально, да, это вам выгодно или не выгодно. И мы начинаем взвешивать, да. И вот там из сессии в сессию мы в каждой сессии выставляем свои цели. Мы работаем, ну, я не буду опускаться в какие техники, потому что я уже сказала, что зависит вот этот сферический, как я могу видеть, я могу действительно видеть сферический, но мне не нужно это делать. Я должна идти за клиентом, вот как он видит, мне достаточно. Я буду вот на его маленьком уровне. Если это просто разговорный жанр, нормально. Вот, и мы вот так вот заходим, и мы спокойно заходим, развивается, развивается, там, рассматриваем какую-то ситуацию. Вдруг эта ситуация в вас, я чувствую, что человек начинает говорить так, что я понимаю, что он чувствует себя как ребенок, которому что-то не додали. И я его начинаю спрашивать. То есть мне не нужно делать отдельную регрессию, чтобы погрузиться ни в детскую травму, ни в тинейджерскую травму, ни даже в травму во время перинатального периода. Мне ничего этого не нужно. Я могу, я гипнотерапевт, я могу это сделать, но мне не нужно. Человек сам скажет через свою семантику, я почувствую, я даже сейчас вот вам рассказываю, да, у меня в горле уже, то есть это какая-то абстрактная травма. Но я понимаю, что я чувствую, что человек чувствует какую-то обиду. Вот она застряла там, а обида нами владеет. И вот он не хочет отпускать эту обиду, она встроена во все свои, во все наши поведения встроена обида, на самом деле. Мы ее не можем отпустить полностью там письмами благодарности. Это хорошее дело, но оно ничего глубокого оно не делает. Но и мы оцениваем, так, оказывается, вот она цель, вот он косяк, скандальность, а оказывается, у нас есть обида. На кого обида? За что обида? Кто там такой? Кто у нас сидит в голове? На кого направлено постоянно? То есть я вижу мужа, с которым скандалит, а оказывается, это не мужа, Таня с мамой, оказывается, скандалит. Или папа ушел, и я никак не могу, тогда я не могла доказать, да мне обидно, меня бросили, предательство. То есть все вот эти вот эмоции и понятия, они очень сильно переплетены. То есть я, считайте, я как ненормальная бабушка или как, наверное, золушка, которые вот взяли все это. Хочешь пойти на бал? Да, вот тебе гречка, вот тебе вот сиди, разбирай, где гречка, где это, а давай тебе еще клубок ниток, да, и вот птичек у меня нет, которые мне помогают, как золушки. Я должна все, закатили рукава, и вот в этой всей саже я должна все это сама делать. Но я это делаю быстро, потому что у меня действительно очень хороший опыт, действительно я наслаждаюсь своей работой, для меня это не представляет проблемы. наоборот, для меня это представляет удовольствие вот как ищейки, вот мне нравится это, вот. Благодарю вас. Ну что, Ирина, Ирина Шулькина, психосоматолог, женский коуч, к вашим услугам разберется с вашими оргазмами, отношениями и вообще с любой партнерами. И тараканами. Ириночка, благодарю вас, завершаем эфир. Спасибо большое, я очень рада, если кому-то это как-то помогло, как бы настроило на какую-то правильную мысль. Мне точно помогло. Я очень много чего для себя взяла. Спасибо большое. Я очень рада, самое главное. Благодарю вас. Все, давайте рассланиваемся и всем хорошего дня. Спасибо большое, кто слушал, до свидания. Спасибо. Спасибо.